МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашей информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Тонкая работа. В столице Республики состоялся международный чемпионат операторов техники Четра. Главное богатство, как в Цивильском районе, восстанавливают Дубравы. Премьеры на сцене и экране. Открылся 60-й сезон в Театре оперы и балета, а в столичном кинотеатре Мир Луксор прошла премьера фильма о Сеспеле. Виртуозы тяжелой техники. Сегодня в Чебоксарах выбирали лучших операторов-бульдозеров. За призовые места боролись работники крупнейших нефтегазовых предприятий из 15 регионов России, а также Казахстана и Узбекистана. За финалом международного чемпионата понаблюдали и мои коллеги. Когда многотонная машина набирает ход, вокруг сотрясается земля. Казалось бы, ничего сложного сбить со стойки большой надувной шар. Но сделать это необходимо ковшом. Бульдозерами операторы техники управляют только при помощи педалей и джойстиков. Самое главное – привыкнуть к габаритам машины. А это довольно непросто. И вот еще одна задача – поднять рыхлителем колесо и опустить его точно в цель. Ювелирная работа. В суперфинале только двое. Здесь важно обращать внимание на детали, признаются операторы. Бульдозеристам помогают специальные датчики, которыми оснащены машины. За чемпионатом наблюдают и потенциальные заказчики техники. Спрос на продукцию завода продолжает расти. Мы загружены до конца этого года. У нас есть планы и намерения расти в следующем году. Для информации скажу, что в этом году мы произвели в два раза больше бульдозеров, чем в прошлом. При этом в прошлом году мы произвели в два раза больше, чем в позапрошлом. Но еще недавно завод находился на грани. Глава региона отметил, что сложные времена у промтрактора позади. Перед машиностроительным комплексом республики открываются новые горизонты. Машиностроители имеют рабочие места и от производительности и труда получают достойный уровень заработной платы. Касаясь самих работников завода искренние слова благодарности, вы видите и убеждаетесь в том, что государственная политика президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина выполняется. Бульдозера производятся, они предназначены для разных работ, и мы уже в целом, Россия, закупаем меньше техники за пределами Российской Федерации. Сейчас есть четкая, понятная стратегия развития на ближайшие пять лет. Мы понимаем, где что делать, какие модели, которые на уровне лучших зарубежных аналогов развивать. Новая модель бульдозера Четра Т-40-03. Эту машину создавали для работы в экстремальных условиях. Впереди испытательные заезды. Михаил Игнатьев отметил, что заводу необходимо ориентироваться на экспорт. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Правительственная комиссия распределила гранты между муниципальными образованиями. Оценивалась деятельность органов местного самоуправления по итогам прошлого года. Среди городских округов первое место заняла столица республики. Она получит грант в размере более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Лучшими также стали Яльчикский и Вурнарский районы. Им выделено более полутора миллионов и миллиона двухсот тысяч рублей соответственно. Новые технологии на службе прокуратуры. Прокурор Чуваший Василий Пословский провел прием граждан, используя систему видеоконференц-связи. На экране компьютера жители республики. На приеме у прокурора Чувашии один из жителей Шимуршинского района. Он обратился с вопросом об отмене условного осуждения и снятие судимости за ДТП, где по его вине пострадал человек. По закону он имеет на это право, если до конца условного срока возместил причиненный вред. Но есть и другие обстоятельства. Мужчину за это преступление лишили права управления автомобилем на два года. Суд по представлению уголовно-исполнительной инспекции имеет право решить этот вопрос об отмене условного осуждения и снятии с вас судимости. При этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины установленного испытательного срока. Но в данном случае есть определенные обстоятельства, которые тоже должен суд учесть при вынесении решения. В частности, если вам, как условно осужден, назначен дополнительный вид наказания и до истечения испытательного срока вы своим поведением также доказали свое исправление, то суд принимает решение об отмене условного осуждения и о снятии с вас судимости только после отбытия дополнительного наказания. Система видеоконференц-связи установлена во всех городских, районных и межрайонных прокуратурах. Попасть на прием к прокурору республики или другим сотрудникам аппарата можно по предварительной записи. Дата и время приема указаны в ежемесячном графике на сайте ведомства. По нашему мнению, это нововведение, во-первых, более удобно для граждан, особенно проживающих в отдаленных, сельских районах республики. Что не надо будет платить деньги за проезд, тратить денежные средства и, разумеется, свое драгоценное время на поездку. А во-вторых, следует сделать прокуратуру еще более ближе, доступнее населению. Чуваши – один из первых регионов, где запустили подобный формат диалога с людьми. Меня зовут Наталья, я жительница села Батрево. Прежде чем начать свое обращение, хотела бы, конечно, высказать вам свое спасибо, свою благодарность за то, что есть такая возможность принять у меня в режиме ВКС. Очень удобно. Нет необходимости ехать в Чебоксары, потрачивать денежные средства, время. Спасибо вам за это. Прием граждан по системе видеоконференц-связи есть теперь в республиках Крым и Татарстан. В ближайшее время подключатся и другие регионы России. Кроме этого, так можно проводить дистанционное обучение, обмениваться опытом и консультироваться с коллегами по всей стране. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика. На 27 миллионов рублей. Настолько вырастут доходы столичного бюджета в текущем году. Этот вопрос стал первым в повестке дня внеочередного заседания Чебокстарского городского собрания депутатов. Эти деньги направят в разные сферы, в том числе в область жилищно-коммунального хозяйства, на оснащение приборами видеонаблюдения территорий многоквартирных домов, на образование, культуру, спорт. Рассмотрели депутаты также проект решения сокращения времени публичных слушаний и голосований по вопросам землепользования и застройки Чебокстарского городского округа. Изменилось федеральное законодательство и надо привести в соответствии нормативные акты. Вместо прежних сроков от двух до четырех месяцев, теперь от одного до трех. Проект поддержали. Решением собрания были также досрочно прекращены полномочия депутата ЧГСД Алексея Никитина. Алло, слушаю вас. Сегодня эти слова не раз повторил глава администрации города Чебоксары. Алексей Ладоков провел прямую телефонную линию с горожанами. В числе первых дозвонилась жительница одного из домов по проспекту Максима Горького. По ее словам, она, как и остальные ее соседи, уже месяц мучивается без лифта. Я молодая мама, 11-месячный ребенок. Мне очень тяжело приниматься на девятый этаж без школ. Давно не работает, что ли? Месяц. Как объясняют? Объясняют, что должен быть капитальный ремонт лифта в 2020 году. А сейчас отключили, да? Да, отключили. Ну, чтобы на 2020 году ходить песком, это же нереально. Мы разберемся. Ваши контакты взяли, сообщим. Телефон звонил не переставая. Вопросы сыпались один за другим. Жителей Новоюжного района волнуют разбитые тротуары. В районе Герцкого бульвара, напротив МФЦ, там невозможно ходить, там невозможно с колярками, даже с людьми гулять. Видимо, вроде как ремонтированы дороги в данный Герцкий бульвар. В прошлом году вроде мы и ремонтировали, а данный тротуар мы оставили без понимания. Программа реализации национального проекта «Безопасные качества автомобильной дороги» только с 2019 года позволила нам ремонтировать тротуары вдоль магистральных дорог общего пользования, ремонтируемые в текущем периоде. То есть в 2017-2018 году у нас не было возможности ремонтировать тротуары вдоль дорог общего пользования. Отдельно тротуары по этой программе мы тоже ремонтировать не можем. Мы их можем ремонтировать по муниципальной программе. Ваше предложение услышал, изучим, рассмотрим и будем планировать включить ремонт тротуара по этому адресу. План 2020 года. В 2020 году. Ответы на часть обращений находились сразу. Некоторые переданы соответствующим структурам. Контролировать исполнение будет сам глава администрации. Спуски к московской набережной в Чебоксарах временно закрыты. Ведется демонтаж лестниц, работы по освещению, в переходах укладывают брусчатку. Сделать спуски качественными. Такое распоряжение дал глава республики на еженедельном совещании. Михаил Игнатьев заметил, во время его утренних прогулок по набережной жители сетовали, что спуски неудобные. Ко дню города строители сделали временный вариант. Активная эксплуатация лестниц в празднике усугубила ситуацию. Шатающиеся под ногами доски, рассыпающийся асфальт на недоделанной дороге для инвалидов и велосипедистов. Администрация города Чебоксары оперативно отреагировала на жалобы жителей. Лестницы перекрыли более качественными досками. Сейчас идет покраска. Продолжаются работы по установке велосипедной тропы, которую собираются адаптировать под спуск для мам с колясками и инвалидов. Основные работы по демонтажу лестниц планируют завершить к концу недели. И горожане вновь смогут по ним спускаться к набережной. В купе по выгодной цене. Российские железные дороги начали продажу билетов в купе на ряд поездов дальнего следования по цене от 500 рублей. Доехать в Москву, Казань, Саратов, Тамбов, Ульяновск, Курск, Астрахань и некоторые другие города по специальной цене. На это планируется задействовать более 20 поездов. Билеты можно оформить на поезда с отправлением с 9 по 17 декабря. Скидка действует автоматически при покупке проездного документа от 90 до 81 дня до отправления поезда. Количество мест по скидочным тарифам ограничено. Написано на сайте учреждения. Более 600 тысяч гектаров занимают в нашей республике леса. В преддверии профессионального праздника работников леса моя коллега Наталья Мальчикова встретилась с лесничем из Цивильского района Александром Егоровым. Лес – наше главное богатство. Совсем без пафоса, говорит Александр Егоров. Под защитой его и помощников на площади почти 8 тысяч гектаров растут дубы, липы, осины, хвойные деревья. Старейшина чувашских лесов, несомненно, дуб. Раньше в этих местах росла большая дубрава. Но по каким-то причинам эти деревья стали высыхать. Но лесничие решили, что символ мудрости, силы не должен пропасть и решили посадить новый лес. Сейчас мы находимся в квартале 56, выдел 24, на участке лесной культуры, заложенных весной 2019 года. В честь 80-летия главного лесничего, заслуженного лесовода Чувашской республики, также Российской Федерации Александрова Леониде Александровича, который долгое время работал в системе лесного хозяйства. При участии заслуженных ветеранов лесной отрасли, также при участии школьников Тарушко-Синской среднеобразовательной школы, также работников опытного лечения, здесь мы заложили культуры дуба на площади 3,6 гектаров. Пока посадка превратится в добротный лес, пройдет немало времени. А сейчас специалисты трепетно ухаживают за молодой порослью. Радует глаз, что посаженные желуди, дуба, также деревья, липы, все они прижились, радует глаз. Думаю, здесь через некоторое время будет расти лес. В уходе за лесами специалистам помогают люди и техника. Взрослые и молодежь с удовольствием участвуют в посадках очистки леса. Укрепилась и материально-техническая база. В октябре месяца 2018 года нам был выделен трактор «Беларусь» для выполнения лесохозяйственной работы на территории лесного фонда. В июле 2019 года в рамках акции «Сохрани лес» было выделено 17 патрульных автомашин на базе ОАС. Также из них одна машина выделила на Севильское участковое лесничество для патрулирования лесов в пожаропастный сезон. Дуб красуется и на гербе Цивильского района. А что если в это воскресенье, в День леса, каждому посадить по деревцу? Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии началась прививочная кампания против гриппа. Одними из первых защитились от вируса сотрудники завода «Промтрактор». Здравствуйте. Здравствуйте. Сначала обязательно осмотр врача. Специалист должен точно определить, нет ли у человека противопоказаний для прививки. К ним относятся аллергии на определенные компоненты вакцины или какой-либо воспалительный процесс в организме. Например, красное горло. Если все в порядке, можно на укол. Галина Степанова старается не пропустить момент, когда медики приезжают прямо на работу. Приглашает. Мы идем. Каждый год стараемся. Я меньше болею. В прошлом году вообще не болела гриппом. Страшен не столько сам грипп, сколько его осложнение. В этом эпидемическом сезоне специалисты ожидают несколько штаммов, которые могут привести к пневмонии. Самый эффективный способ защиты – прививка. Иммунитет вырабатывается за две недели. Эффективность – 80%. Даже если после прививочного мероприятия человек заболеет, то он будет болеть в более легкой форме. В группе риска относятся дети с шести месяцев, беременные женщины и пенсионеры. Этим категориям граждан врачи рекомендуют привиться в первую очередь. И в развитии темы. Минздрав Республики утвердил корпоративную программу по укреплению здоровья на рабочем месте. Основная ее задача – убедить людей ответственно относиться к своему здоровью. Немного истории. На самом деле на предприятиях, когда они были еще государственными, всегда была цеховая медицина. Избавились от нее уже новые собственники, посчитав заботу о здоровье лишней тратой денег. Понадобилось время, чтобы владельцы поняли, что они поторопились с продажей, как тогда говорили, непрофильных активов. Свою прямую заинтересованность в здоровье граждан проявило и государство. Частью национального проекта «Демография» стало формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Своё желание принять участие в этой программе высказали представители пяти предприятий республики. Заводы имени Чапаева, Аконда и Шлейского завода высоковольтной аппаратуры, акционерных обществ «Тароупаковка» и «Рекон». Уже создана рабочая группа, за каждым предприятием закреплена медицинская организация. На первом этапе проекта будет проведена комплексная оценка состояния здоровья работников предприятий. Сколько человек регулярно занимаются спортом, следят за питанием, имеют вредные привычки, делают прививки. Затем будет разработана программа для каждого предприятия, учитывая мнение самих работников и работодателей. В Чебоксарах состоялась премьера документально-художественного фильма о чувашском поэте эпохи революции Михаиле Сеспеле. В малом зале кинотеатра «Мир Луксор» собрались историки, литературоведы, художники и актеры. «Я мечтатель, идеалист, растяпа». Слова Сеспеля сказаны о себе и были вынесены в название фильма. В нем нет закадрового текста, с экрана звучат стихи «Пламенного трибуна» в исполнении известного российского актера Даниила Страхова. Но выстроены они таким образом, что перед зрителями проходит вся недолгая жизнь «Пламенного борца» за идеалы революции. Пусть в жилах кровь горит огнем, как зной на дневный жаркий днем. Горит, как солнце кровь, пылая, во мне стучит миллион сердец. Я не один, я сам миллион, миллиона чувашей пилец, миллионом стих мой повторен. Стихи перемежали с интервью с известными деятелями культуры. От Нерху Зангай, Праски Витти, Георгий Фомериков, Юрий Филиппов, Николай Казаков. Ученые, художники, актеры, музыканты говорили о своем Сеспеле, о личном восприятии его жизненной трагедии. На съемках работала группа режиссеров и операторов из Москвы и Чубаксар. Режиссер – Виталий Баев, автор сценария – Валентина Поливцева. Актерская команда была местная. Ордеон Миронов, игравший маленького Сеспеля, сказал всем спасибо и признался, что плакал на просмотре. Влад Московцев, взрослый Сеспель, еще раз прочитал стихи поэта на родном языке. Этот проект точно добавил мне друзей, партнеров. Я узнал много Чуваши. Я благодарен Валентине в первую очередь. Если бы не она, проект мог бы летать в облаках долго. Спасибо большое всем, кто принимал участие, кто пришел сегодня. Вы уже тоже соучастники. У творческой группы, не раз побеждавшей в различных всероссийских конкурсах, большие планы. Их уже пригласили на республиканский кинофестиваль «Азам». Фильм готовится к показу на национальном телевидении Чувашии. В эти минуты в Театре оперы и балета открывается юбилейный 60-й сезон. Цикл концертов, объединенных в проект «Вечер в опере», начинается с русской оперы. Впервые в Чувашии звучат фрагменты из Руслана и Людмилы Михаила Глинки, а также из произведений Петра Чайковского. Главную партию Людмилы исполняет заслуженная артистка Чувашии Татьяна Проченкова. А в роли Руслана – лауреат международных конкурсов Максим Красаков. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Субтитры предоставил DimaTorzok